Первые соревнования по автокроссу в Ульяновской области провели в 1972 году в честь 50-летия образования СССР. В этот же год Ульяновский автомобильный завод начал производить легендарный УАЗ-469. Модель стала символом соревнований, а предприятие – бессменным организатором гонок. Сегодня соревнования уже проводятся в 51-й год. Заявились сегодня к участию 17 спортсменов. Мы ожидаем, что гонка будет напряженной, но зрелищной и победят сильнейшие. Принял участие в мероприятии и глава региона. Он сделал заезд на автомобиле от Ульяновского предприятия. Отметил, что трасса очень интересная. Есть где разогнаться и выполнить обгон. Ну и грязи не так много, как в прошлом году. Так что я думаю, гонка сегодня удастся и зрители получат удовольствие. Гонщики из республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа. Пермского края, Московской, Рязанской, Ульяновской, Ленинградской, Сверловской и Тюменской областей поборолись за главный приз – сертификатное изготовление кузова автомобиля Ульяновским автомобильным заводом. Всего прошло 4 заезда. Среди участников были и новички, и постоянные участники. Виль, который я напоминаю, разработан совместно с военнослужащими дивизии. Выигрывал, наверное, больше меня никто не выигрывал. Аплодисменты, дорогие гости и участники наших. Нарушать традицию Петр Дрофичев не стал, снова победив в соревнованиях. Помимо заездов для болельщиков работала развлекательная программа – конкурсы, концерт и выставка автомобилей. Также гости и участники мероприятия смогли посмотреть флагманские модели Ульяновского автопрома. Это знаменитые буханки юбилейной серии. А также новая модель «Соллерс Арго» и спецавтомобили, которые ульяновское предприятие производит для всей страны.